друзья всем привет с вами снова макс федерал и его канал в каркасе как видите в последнее время у нас на канале числе стало довольно таки много различных автоспортивных мероприятий что конечно же не может не радовать вот помимо того что мы открыли сезон полуофициально частично официально сейчас мы наконец-таки официально откроем сезон нашей первой гонкой фабаровском чемпионате double d 2020 зима тут как всегда утренняя суета кто-то что-то делает кто-то разговаривает кто-то крутит кто-то мутит у нас тут в принципе тоже все готово команда в сборе осталось подкачать колеса и можно ехать кстати одним из нововведений чемпионата 2020 года стало то что организаторы наконец-таки помимо личного зачета стали засчитывать баллы в счет командного зачета и у нас в боевом шипе появилось целых три команды давайте немного разберемся кто из них кто первая команда у нас называется вот так вот lsd lsd почему lsd всем привет да ладно subaru drift они на что вы подумали я вообще как бы думал что это legal street drifters там или еще что-нибудь такое все так прозаично но у вас тут прикольно там команда командная ливрея можно сказать да боевые боковые стволовые тачки санёк кстати вот меня тогда вынес на прошлой гонке какой какой занялся который занял место второе вот поздравляю сайт красава рад что растешь занимаешься легкая между прочим тоже развалил коробку да что там еще развалил самотверженно все это чинил потом потом все починил теперь будет все тебе тоже удача кстати я не знаю поклонникам ваза будет интересно не будет интересного посмотрите что здесь у нас саня по накручивал по нас собирался нет давай пару слов по поводу тех составляющих мотор 124 вазовский такой ставится на двенашки поршни служа и турбина subaru это на 4 все собрано с нуля снабья расточена сделано шлифована компоненты частично пунктурбо а как же там эти волы там нужди но кб динамика и ты такие слова не знаешь матер-шины обычно вода в данном конфиге но тащат и при этом стала уже вытаскивает даже да если раньше там были какие-то проблемы ты чуть-чуть смотрю пристрелялся уже понял как куда ехать что подкручивать и стала получать гораздо больше работа с подвеской была в этом сезоне чем с мотором потому что на мотор просто поддерживается в рабочем состоянии вот с подвеской пришлось поработать вся подвеска кастомная ничего попутного выпили на заварено переварено все понятно ну все станет ладно побежал расскажу про других ребят все тебе удача ребят видите я тут в камере уже не один на все почему да потому что у нас это же случилось кое-какое объединение серегой вот это у нас лумпов сердей мы с ним объединились тоже в одну из команд которая будет лучше команду на в одну из сильнейших которые будут участвовать вот название у нас какое r&b racing да r&b racing почему r&b потому что перевернем и покажем потому что тачки у нас red and black вот такая вот у нас задумка я посидел подумал что же нас объединяет нас объединяют по крайней мере кроме желания победить еще и наши цвета то есть тачки черного красного цвета ну и немного тут хрома еще при это примазали чуть-чуть вот здесь вот серёг мы чё расскажи про дачку пойдем открой капот там что-нибудь пойдем посмотрим дачка самая крутая ну не начинай одна одна из лучших да делали все лето сделали все лето сезон просадили за этого радостно просадили сначала я думал успеть на первый этап потом я надеялся успеть на второй на третье просто запил и уже доделывал получилось то что получилось прям don't touch my tolala прям вы поглядите я этот я так не заглядывал под этот капот слушаю очень круто смотрится все точно какие-то крылья садовили подвижать войну коннекшен но не аналог кресом когда турбина штатная стоит да штатная 376 на шарики китай чая или не ну мало ли вдруг ты прям совсем уже разбогател на своих рулях а еще нет пока еще нет поэтому ребят подержите серёгу к нему и тяжко рулей к нам до за перетяжкой к руля и обязательно к нему переваривалась вся подкапотка ну видно чашки от лауреля многоры чашку мы убрали теперь нас макперсон как на лауреле как насилие ниши расширили чтоб колеса при вороте помещались лишь эти взяли от какого-то корейского автобуса распилили одну пополам получилось две ну круто покрасили в синие в планах весной всю тачку облить синий цвет это подожди а как же red and black racing сезон закончился и там было внутри брендинг все понятно так и чё по салону там у тебя там свою грядка дать заложен тоже есть что показать я думаю возможно тут у нас bright ковш оригинал приложению закрепили его жестко к кузову гидроручник грядка дефи оригинал аем оригинал вот датчики си япония включи хоть подсветку работа давай посмотрим осталось только ключи найти о хорошенькие это белые bf вот у меня красные стоят на все люди белые на долго искал особенно не мог найти давление топлива и gt но в итоге все нашлось да температура выхлопа это конечно всегда сложно пуск контроллер blitz в юрасовском исполнении настроена на полтора килограмма но сейчас на зиму ограничились один килограмм ребят но вот такой вот у меня теперь сокоманник серёга постараемся с ним показать мастер-класс показать хорошие качественные проезды ну конечно побороться за максимально высокое место в нашей турнирной таблице вот но давайте посмотрим на третью команду сейчас называется она пэтбой слим а нет вру пэтбой крю и едет ней сам рома столяров и и великий ужасный молния матвей молния матвей ну чё ты готов нет а ты а если жигули попадет зачем просто переедем на херд если план капкан есть то все нормально короче парни вот методом проведение определенных параллелей между марками и своими физиологическими данными решили выбрать такую название нет это что нормально ирония все тогда понятно это как раз и будет та третья команда которая будет участвовать непосредственно в борьбе за чемпионство по итогам сезона тут оказывается все потихонечку какое-то задание обсуждают а других не позвали и хотят выиграть послушаем о евгений солоненко слушать один главный судей спереди 16 сзади 14 вот так вот сэндвич да что здесь спуск старт боевой конус и газ полос 50 зим что-то зимсов газ полос 40 10 финиш пред зона старт ну короче все понятно так ну что предквалификационный брифинг у нас подошел к концу машины выстроились на старт теперь можно будет прокатиться пару раз мы будем квалифицироваться как видите я делал красный гоночный комбинезон вот он у меня омолодированный с кучей всяких вот нашивок я даже несколько раз съездил в рдс вот за что большое спасибо моим партнерам компании давай хаппарц которая снабдила и снарядила меня а также еще и благословила на этот путь вот благодаря им я как раз съездил на рдс благодаря им я сейчас езжу этот зимний сезон вот поэтому тем кому за крутыми запчастями вы знаете куда обратиться давай хаппарц ребят ну и смотрите и того у нас по участникам в в гражданском шипе у нас набралось целых 20 участников 20 заявок зарегистрировано и в боевом шипе у нас 13 то есть у граждан у граждан будет полноценный топ 16 4 человека отвалятся а у нас ну у нас отвалится всего лишь один так ну что сравним вчерашнюю максимальную скорость и сегодняшнюю 69 км поехали 69 разогнались гасимся 40 40 44 45 40 47 46 45 54 53 59 так ну что я могу сказать могу сказать следующая машина сегодня стала чуть быстрее в дудья вот но при этом скорость на постановке пока такая же вот надо будет чуть поработать возможно над этим но может быть и не придется а сейчас главная задача пройти квалификация кстати я не знаю обратили внимание не обратили внимание есть мед такая вот нашивочка рай вот почему она у меня есть потому что у меня есть вот такой вот замечательный шлем арай это настоящий оригинальный шлем японский модель называется gp5s комплексный многослойный и в общем он именно для автоспорта эта модель не для мотоциклов не для дорог не для открытых кузовов это именно автомобильный шлем вот собственно говоря поэтому и такая вот нашивочка у меня я если честно вообще как бы но не люблю тут лишние надписи наклейки особенно к ничем не обоснованно вот поэтому как бы у меня здесь ну да с рады с осталось и собственно говоря вот партнерские мои наклейки дв хаппарц они вам уже известны вот собственно говоря больше ничего такого нет ну и российский флаг куда же без этого-то в россии же матушки живем в россии же матушки дрифтим так но я покинул теплый и может быть не сильно удобный но уже такой родной кузов своей точке что показать вам как выглядит сама трасса сверху но сверху трасса выглядит вот так это скоттер здесь включает как раз почта россии это она достаточно стабильно в этом станет понятно здесь небольшой вкив достаточно широко но не максимально по бровке ехать нельзя это будет сейчас по любому получит не самую высокую оценку за эту дугу все немного отгашиваемся тянем 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 все сейчас начинается перекладка достаточно короткое расстояние быстрая хлесткая перекладка и ложились все здесь тоже очень широко ехать не нужно едем достаточно широко но не прям по краю по бровке вот это вот опять это не зачет это очень широко вот так ехать здесь не нужно в этом месте все и дальше мы заходим в еще одну шпильку это будет заключительная шпилька обратно как была на адс все перекладка заходим в медленная шпилька здесь скорость буквально там 35 метров всего лишь мы замеряли и все и крайняя финишная дуга все тянем 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 и вот он как раз вот эти наш финиш точнее его ну вот такое вот задание подготовили для нас сейчас откатается гражданский шип и после этого уже поедем посредством мы смотрим разгон постановка отличный темп отличные входа одна из самых быстрых машин в классе боевой шип подвеска отрабатывает настроена хорошо смотрим перекладка хорошая перекладка агрессивная на динамике молодец молодец не заужай траекторию здесь отлично отлично идет но это зачетный балл есть немножко по широкой пошел так ничего не смотрим на говорит до свидания потихоньку я не знаю проедем мы это вот возможно у нас экспорт конечно жалко у меня американская турбинка престижен труба стоит очень дорого но будем надеяться что до конца она нас довезет может быть даже куда-нибудь что скажете поедем на все бабки да поедем на все бабки поэтому жалеть ничего не будем разбираться это дело будем уже непосредственно после соревнований после там по сейчас надо бороться мне уже интересно мне уже интересно я покажу тебя звали Субару Субару и Фрэза ралли наш раз 2 место 92 с половиной балла Лупа Сергей Лупа Руль сервис Серега 6 место 93 балла Скородумов я давал бой ну нормально нормально тащим команду 5 место 93 с половиной балла Матвей и Фыгань 5 5 нормально вот он с качеством 5 у Матвея 5 команда команда блогеров он люк купит врежет скажет люк 4 место давай Макс как думаешь какое за команды Матвея Столяров 2 место 94 с половиной балла Выходцев Андрей Выходцев 4 3 место 2 место 2 место 96 баллов Арсений Иштер Арсений Иштер 97 баллов 1 место в квалификации победитель квалификации Максим Горбатенко качество ну что пошуproof у меня будет Байран я сразу автоматически попал в топ-8 потому что я занял 1 место в квалификации поеду… Я с победителем пары Мишин без пятой это Леха и Мишин в одном из предыдущих видосов я рассказывал про Оkeln Презу Ассаней без пятой я ездил прошлый раз из-за своей ошибки ему просадил хотя это не говорит о том что он плохо ездит либо еще что-то вот поэтому Поэтому будем ехать сейчас, стараться. У нас уже Серега поехал на старт. Пойдем посмотрим, что он там настроен. Серега едет с Димоном. Димон. Да, да, привет, привет. И дядь Сережа. Серега, ну ты знаешь, давай. Команда, удачи. Если раньше было все равно, как ездят другие, то теперь, поскольку появился командный зачет, все стало гораздо интереснее и сложнее, и даже чуть-чуть драматичнее, что ли. Вот, потому что начинаешь переживать не только за свой результат, но и за результат товарища. И пытаешься максимально высокий. Показать балл и в квалификации, и в проездах, и везде. Где этот победитель заезда? А я тебе что говорил? Ну что? Застава, Серега. Довольно, да, нет? Через одну пару уже начинаем долбить, поэтому я вкидываюсь, смотрим на наш заезд. Еще одна команда попала друг на друга. Пэт-бой-брюк, Роман Столеров и Игорь Саннеевич. Сейчас посмотрим, кто из них более пэт. Ребята, я, конечно, доволен. Может быть, и не самый лучший проезд получился. У меня пока еще не получается прям в самый лучший проезд, но все еще впереди. Леха, спасибо. Вот вроде у нас все порядочно было, никто никого не подставлял. Все пытались показать хороший гриф. Вот видите, как бы нормальное спортивное поведение и отношения у ребят. То есть, как бы, ну, можно конкурировать на третий, но при этом, как бы, все равно хорошо общаться. Так, посмотрим нашу, 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 нашу дальнейшую сетку. Так, все, я проехал Мишина и поеду с победителем пары. Так, Матвеев-Бондаренко-Матвеев, Матвеев-Стрелеров. Вот, сейчас узнаем, кто у них доедет. У меня появился еще один соперник. Я поеду в паре, это будет у нас Игорь Матвеев. Своей красной машиной из команды Fatboy Slim, точнее, Fatboy Drift. Короче, какие-то Fatboy там дрифтян. Вот, поеду, я вместе с ним уже за выход в финал. Посмотрим, где, что и как. Но финал должен быть хороший. Так, все, что это такое. Чем-то мне кажется. Что-то я заходу сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, кто-то похоже на то. Т액ka пальца. КれListen подходит. Телег OG después. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Всем пока!